7 декабря Международный день гражданской авиации. О планерах первых, с которых начиналась история авиации, и планерах современных, рассказывает Лариса Панина. За 90 лет в планеризме пройден огромный путь. От простейших конструкций из дерева и тканей, которые строились в начале прошлого века, до суперсовременных летательных аппаратов и самых современных, сверхлегких и сверхпрочных материалов. С чего начиналось? Арцеулов вместе с Волошиным гуляли по Узун-Сырту. Арцеулов предложил Максимилиану Волошину подбросить вверх шляпу. Он ее подбросил, и она не упала на землю, а поднялась восходящими потоками. И тогда было решено устраивать эти состязания именно на этой горе. В ноябре 1923 года в Крыму, в Коктебеле, на горе Узун-Сырт, ныне гора Клементьева, состоялись первые всесоюзные планерные испытания. На них было представлено 10 моделей. Собрался будущий цвет советской авиации. Илюшин, Яковлев, профессор Витчинкин. Именно тогда Сергей Королев представил свои первые работы на суд общественности. Мой отец тоже начинал с планеризма. Еще будучи учеником строительно-профессиональной школы в Одессе, он уже читал лекции для рабочих одесских заводов и порта. 16 ноября 2013 года в ДК МАИ уже дочь Сергея Королева обратилась к тем, кто навсегда предан планеризму. Наталья Сергеевна рассказала об интересных моментах жизни отца, связанных с планеризмом, его полетами на планерах. Вот эта фотография, которая до сих пор висит в доме музея моего отца Востанкина. Он стоит, видите, кепка повернута козырьком назад. И вот это тоже такие веселые ребята, которые запускали планеры, летали на планерах, а потом отдыхали и бежали к Черному морю. А вот дальше уже планерные состязания 1929 года, куда Сергей Павлович вместе с Сергеем Николаевичем Люшиным привезли свой планер Коктебей. И Арцеулов сказал, что он первый его испытает, потому что некоторые считали, что этот планер такого огромного размера, что он просто не сможет подняться в воздух. Вот этот вот снимок сделан как раз Олег Константиновичем Антоновым, а летит Арцеулов на этом планере. На нем летал и мой отец, вот он сидит в кабине планера, и он парил на этом планере 4 часа 19 минут. На встречу в ДК МАИ пришли ветераны, именитые спортсмены, а также рекордсмены-планеристы, поставившие мировые рекорды, обычные горожане, которые интересуются авиацией, и молодые ребята, которые хотят стать планеристами. В холле установлен новейший планер российского производства с размахом крыла 13,5 метров, но весящий меньше 200 килограммов. Как считают эксперты, за такими сверхлегкими и доступными воздушными судами будущее массового воздушного спорта. Демонстрировались уникальные модели, копии исторических планеров, а также радиоуправляемые спортивные. Среди почетных гостей – летчик-космонавт Сергей Крикалев, который имеет прямое отношение к планеризму. Ныне руководитель отряда космонавтов является чемпионом мира по пилотажным планерам. Президент Федерации авиационных видов спорта генерал-майор Иванов вручил летчику-космонавту Крикалеву золотую космическую медаль от Международной Федерации Аэронавтики. Многие наши современники часто планеристов путают с дельтапланеристами. Планеризм – один из самых романтических и увлекательных авиационных видов спорта. Планеристы используют знания в метеорологии и, опираясь на силы природы, могут часами парить под облаками, используя восходящие потоки теплого воздуха, набирая в них высоту и пролетая огромные расстояния. Оснащение в современном планере порой не хуже, чем у современных истребителей. Пилоты-планеристы Сергей Каминский и Виталий Боровик установили национальный рекорд, пролетев на расстоянии более тысячи километров по треугольному маршруту ФАИ. Мировой рекорд – полет на расстоянии более трех тысяч километров по треугольному маршруту принадлежит немецкому пилоту Клаусу Ольману. В этом году наша команда на чемпионате мира стала победительницей. Первое место занял пилот Владимир Ильинский, второе – Георгий Каминский. В 2014 году на подмосковном аэродроме Дракена, недалеко от Серпухова, планируется провести первый кубок имени Олега Пасечника. Есть планы сделать эти соревнования международными и максимально поднять их престиж. Основная же задача Федерации планерного спорта в России – снова сделать этот вид спорта массовым и народным. Лариса Панина при поддержке планериста, мастера спорта Советского Союза, Александра Крохина для программы «Акцент».